Здравствуйте, друзья! Сегодня мы начинаем новую рубрику в видеоблоге, которая будет посвящена урокам по постановке освещения фотографии. И давайте я вам немножко расскажу, как это будет происходить. Мы будем делать совершенно реальные фотосъемки, на которых будет работать видеокоманда. И помимо непосредственно съемочного процесса, мы еще будем создавать видеоуроки, на которых я постараюсь вам подробно и доступно объяснить, каким образом мы строили эту сцену, почему именно так, какой свет мы использовали, рассказать назначение каждой лампы. И я очень надеюсь, что эти уроки будут полезными и информативными для вас. Ну что, давайте я вам расскажу, что мы сегодня делаем и почему здесь сидит этот странный человек. Я хотел создать некую систему парадоксов внутри этого кадра. У нас в абсолютно нереальном пространстве происходит какая-то сценка из реальной жизни. Человек, который находится у себя дома в уютной обстановке и смотрит кино на старый проектор. При этом все это происходит на пленэре и на улице, как такая частичка жизни, вырванная и перемещенная в совершенно другое пространство. И второй частью кадра у нас происходит следующее. То кино, которое показывает проектор, у нас будет являться не статичной картинкой где-то на стене, а человек из этого кино будет как бы прорываться в реальный мир. То есть это будет живой человек на фоне вот этого квадрата кинематографа. И у нас есть внутри этого кадра два иконических знака, которые сравниваются между собой. Это две женщины. Одна из них символизирует то, что мы можем наблюдать каждый день у себя дома. Это реальная женщина из реального мира. И вторая это киногерой, какой-то недоступная героиня, которую мы можем обычно наблюдать только где-то в Голливуде. Вот то, что приблизительно мне хотелось снять в этом сюжете и то, что хотелось отобразить. А теперь мы перейдем непосредственно к уроку и я вам попытаюсь рассказать, каким образом мы строили этот кадр и каким образом мы на него светили. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хотел бы немножко объяснить, почему мы вообще снимаем ночью. На самом деле, с моей точки зрения, это фактически идеальные условия, когда, выходя на фотосъемку, на пленэр, мы имеем огромное количество различных композиций и сюжетов. И при этом мы, по сути, имеем перед собой черный квадрат и студийные условия, в которых мы можем легко и просто светом высвечивать именно те элементы, которые нам нужны по сюжету. Очень удобное время и место съемки именно ночь. Чтобы вы реально понимали, что происходило на съемке, то обязательно нужно рассказать про каждый свет, который участвует в кадре. И в данном случае вы сейчас видите то, те изначальные данные, которые у нас были. Здесь у нас просто в нашей локации, в которой мы находимся, есть фонарь уличного освещения, который нам дает небольшую панорамную засветку. То есть изначально, строя кадр, мы толкались вот от этого света. И мы оставляли его по экспозиции таким образом, чтобы он немножко в кадре присутствовал, чтобы у нас был не черный квадрат Малевича, а все-таки определенное пространство. Пара слов про то, какой свет мы выбирали и почему. В данном случае сегодня мы будем снимать с постоянным светом по нескольким причинам. Первая причина заключается в том, что нам необходимо задействовать несколько постоянных источников, которые нам нужно совмещать по мощности. И это, собственно, свет, который у нас сейчас есть в кадре. И основной источник, который мы будем использовать, это торшер. И в случае, если бы мы пользовались импульсным светом, то мы не смогли бы проэкспонировать вот эти вот два источника, потому что они просто не будут соизмеримы по мощности. И вторая причина заключается в том, что в случае постоянного света дедалайт, который мы и будем сегодня использовать, это очень хороший точечный свет, линзованный, который нам будет позволять выдавать узкие точные лучи света. И мы с помощью них сможем построить картинку, которую нам не придется потом очень долго обрабатывать и вымучивать в фотошопе, а мы сможем сделать готовый хороший сюжет. И теперь перейдем к сути вопроса. После того, как мы проэкспонировали тот источник в кадре, который у нас есть по умолчанию, это уличный фонарь, мы начнем с самого главного нашего источника по сюжету. Это будет торшер, который, собственно, будет создавать нам всю основную атмосферу в кадре, в той части кадра, которая касается реальной обстановки. Давайте его сразу включим и увидим, что он нам дает. Вот такой вот желтый интимный свет, который мы получили от этого торшера. Конечно, нам этого совершенно недостаточно в кадре, и поэтому мы будем его дополнять различными другими источниками. Первое, что мы сделаем, это мы сымитируем и дополним свет от этого торшера, для того, чтобы получить красивые контровые засветки на человеке, на кресле и на проекторе, который у нас стоит в кадре. Давайте разберемся, что нам дает, собственно, свет от этого торшера. Он нам освещает небольшое пятно внутри этой сцены желтым светом, причем мы специально расположили его таким образом, чтобы он не доходил до других наших главных героев, до двух девушек, потому что их мы по сюжету будем освещать совершенно по-другому и отдельно. То есть он нам, по сути, светит частично только на кинопроектор и на основного персонажа, который у нас сидит в кресле. Но на самом деле, если смотреть со стороны камеры, будет видно, что для хорошего кадра и для хорошего экспонирования у нас не очень качественно прорисован абрис человека, его край. И поэтому в данной ситуации мы начинаем постепенно включать дополнительные источники освещения. И первый дополнительный источник, который мы включаем, это будет моделирующий прибор, который, по сути, в кадре будет имитировать дополнительный свет от этого торшера и давать нам красивые абрисы по фигуре мужчины и по креслу. В данном случае мы используем 150-ваттный прибор постоянного света, Dada Light. Давайте я вам сейчас его включу, и вы увидите эффект, который он дает. Вот. Это то, как мы его уже настроили. Но чтобы вам было понятнее, давайте я проговорю, собственно говоря, весь процесс, который происходил. Изначально он у нас был без фильтра и с открытыми шторками. Почему мы поменяли направление и сделали фильтр и применили шторки? Смотрите, если шторки открыты, то в нижней части кадра у нас получаются очень жесткие и очень неприятные тени и от кресла, и от проектора. И в данном случае, просто используя шторку, которая перекрывает нижнюю часть лампы, мы снимаем большую часть этих теней, получаем более гармоничный свет. В то же время, вы можете видеть, что лампа без фильтра дает слишком яркое и слишком белое освещение, и оно, по сути, отваливается от того света, который дает торшер. Если же мы применим оранжевый фильтр, то цвет освещения сравняется. Оно станет более теплым, более интимным и единым. А теперь давайте оценим, что у нас получилось. Если мы будем смотреть со стороны камеры, откуда мы, собственно, производим фотосессию, то мы обнаружим, что вот эти два источника света создали нам очень-очень контрастную картинку. По сюжету нам все-таки необходимо видеть не только абрис каких-то непонятных силуэтов, а все-таки видеть, что же у нас, собственно, здесь происходит. Нам нужно понимать, что это кресло, что это фильм-проектор и вообще какой-то сюжет. Поэтому нам для того, чтобы эту картинку в кадре показать, нам требуется включить несколько дополнительных источников света. Первой из них будет светодиодная панель, которая у нас стоит достаточно далеко в кадре. Вадим, включай, чтобы все видели, что происходит. И она нам будет давать такую легкую общую световую панораму. Панель у нас тоже работает в нескольких цветах, поэтому мы ее переместили в цветовую температуру желтую, так же, как у нас работают галогеновые источники света. Вот немножко у нас уже показался здесь какой-то сюжет. Дальше, для того, чтобы проявить еще какие-то дополнительные детали, вот с этой вот стороны мы включим еще одну светодиодную панель, которая у нас вот в этом месте стоит. Включай. В основном мы получили светом от этого источника вот эту вот часть кресла и пространство на земле, собственно, в передней части кадра. Дальше, если мы посмотрим на сюжет со стороны фотоаппарата, то мы обнаружим, что нам в данном случае было бы очень хорошо все-таки видеть с этой стороны, что у нас здесь происходит с фильм-проектором. Это один источник света. Для этого мы будем использовать еще один прибор, додолайт, со шторками. Включаем. И смотрите, в данном случае мы делаем следующее. Если мы посмотрим, как он будет стоять изначально, то мы получим очень-очень широкий луч, что нам совершенно не требуется. Вот этим и хороши, собственно говоря, линзованные источники освещения тем, что мы можем сузить луч ровно до того размера, который нам необходим. А нам нужно посвятить конкретно на проектор. Поэтому мы делаем луч максимально узкий. И в данном случае нам еще хорошо помогут шторки, которые мы можем одеть, сделать луч прямоугольным и повернуть его в той плоскости, которая нам нужна по сюжету. Это раз. Дальше. Если мы посмотрим на главного героя, то его мы бы тоже хотели осветить с этой стороны, чтобы была видна фигура. И для этого мы используем еще один точечный источник света, додолайт. И в данном случае, посмотрите, здесь достаточно хитро мы установили шторки, перекрыв их с одной стороны. По какой причине? Потому что, когда он светит широким лучом, мы пробовали снять подобный кадр. И в данном случае у нас получается, что вот эта вот часть кресла освещена очень ярко. И в кадре начинает чисто композиционно занимать слишком доминирующее положение. Вот вроде бы это мелочь и деталь, но на самом деле дьявол, он кроется в мелочах. И вот такие вот вещи могут убить нам весь кадр. Поэтому в данном случае, чтобы избавиться от этого эффекта, мы на данном приборе перекрываем шторкой часть луча, для того, чтобы оставить свет на главном герое, но при этом убрать его с кресла. На данный момент мы осветили сцену спереди. Нам необходимо теперь подумать о пространстве, чтобы это у нас была не одноплановая фотография, а все-таки глубокий по пространству снимок. Поэтому мы сейчас пойдем вот к той дальней стене, которая у нас выполняет роль заднего плана, и включим дополнительный источник, который у нас будет задавать освещение на этот задний план. И в данном случае мы будем использовать светодиодный прибор Додолайт. По какой причине? Потому что если там в той сцене у нас все питалось электричеством от бензогенератора, то сюда нам уже не хотелось тащить провода. И как раз светодиодные источники, с моей точки зрения, одно из их основных преимуществ заключается в том, что они потребляют малой энергии, и мы их можем питать от батареи. Соответственно, носить в любое удобное нам место и не таскать за собой кучу проводов, что, конечно, является огромным бонусом. В данном случае давайте я вам тоже покажу, что у нас было изначально. Мы его использовали без насадок. Вот таким вот образом. И получали, в данном случае, на заднем плане слишком сфокусированное пятно и слишком яркое пятно. А, соответственно, мы получали для композиции кадра и для сюжета, с моей точки зрения, лишний акцент. Глаз перекатывался зрителя, глаз зрителя перекатывался все время на это яркое пятно, что, как мне кажется, излишне. И в данном случае мы применим насадку Дэдолайт с расширяющей линзой, которая позволит нам задать гораздо более широкий и более равномерный луч света. Таким вот образом. Соответственно, мы получили равномерную засветку заднего плана и тем самым получили глубину пространства. А теперь настало время перейти к самому хитрому и интересному. Поскольку у нас вот этот вот фильм-проектор, естественно, в нерабочем состоянии, сплошное ретро, то луч из него и, собственно, кино, которое он нам показывает в кадре, нам придется имитировать. И для этого за проектором таким образом, чтобы его не было видно в кадре, мы поставим прибор, который будет имитировать луч из него. Субтитры сделал DimaTorzok И в данном случае мы возьмем не совсем обычный прибор. Это металлогалогенный прибор, который нам дает луч холодного света. Почему это так? Потому что, во-первых, у нас по цветовому сюжету кадра я считаю, что луч из фильмоскопа должен хорошо выделяться. А во-вторых, все-таки в моем представлении, как правило, прибор, который показывает кино, светит именно белым лучом. И нам было выгодно использовать именно такой прибор. Каким образом мы его настраивали? Изначально я старался, я попробовал посветить из прибора напрямую узким лучом, но, к сожалению, это не дало того эффекта, который ожидался, и на луч фильмоскопа это, похоже, совершенно не было. Поэтому для того, чтобы сфокусировать этот луч и сделать его более четким, мы будем использовать проекционную насадку, которая называется DP2, со встроенными шторками. Что это вообще из себя представляет этот прибор? Это насадка, в которой встроено несколько оптических объективов, которая позволяет сфокусировать луч и сделать границы этого луча четкими, а также проецировать определенные изображения. Надев подобную насадку, мы вот можем даже сейчас на нашей модели видеть, каким четким стал луч. И для того, чтобы границы этого луча были хорошо видны в кадре, мы делали достаточно хитрую вещь, а именно создавали в воздухе дисперсную структуру. Делали мы это с помощью веника и совка, и пыли, которые посыпали здесь все вокруг, в том числе самих себя, света и актеров в кадре. Вадим, покажи, пожалуйста, как мы это делали. Если вбросить в этот луч пыль, то она будет светиться и будут хорошо видны, вот сюда вот прям, вот прямо в это место, и будут хорошо видны границы луча. Вот таким образом мы имитировали луч кинопроектора, который у нас светит в кадре. По изначальной задумке, мне казалось, что вот этого прибора одного будет вполне достаточно, чтобы имитировать сюжет кино в нашей постановке, но оказалось, что это не совсем так. Дело в том, что я хотел изначально светить им одновременно на модель и создавать кинокадр на заднем плане, но мы имеем таким образом сразу несколько минусов. Во-первых, мы получаем на модели нашей совершенно неестественный свет, а ведь она у нас по сюжету должна быть актрисой, героиней кино. И, конечно, на ней должны стоять отдельные источники освещения с совершенно другим радиусом, углом и направлением. Во-вторых, подобное направление этого прибора, которое нам нужно по сюжету, не дает нам кинокадра на заднем плане. И поэтому для того, чтобы сымитировать всего лишь один луч из кинопроектора, нам придется использовать не один, а два прибора. Этот прибор мы оставляем на месте для того, чтобы имитировать непосредственно луч. Таким образом. А сам кинокадр, в котором стоит у нас модель, мы будем показывать совершенно другим прибором, который у нас стоит в ином месте. Итак, вот в это место мы поставили второй металлогалогенный прибор. Почему такой же? Потому что нам нужно совместить цветовые температуры и сымитировать работу одного источника света, а именно фильм-проектора. Мы его включаем. И сейчас вы увидите, что мы с помощью него сделали. А именно, мы сымитировали экран, на который светит, который создает своим свечением фильм-проектор. И композиционно мы его построили таким образом, чтобы у нас главная героиня из кино, в данном случае певица, была как раз на фоне этого экрана. Для того, чтобы создать такой четкий прямоугольник, мы использовали еще одну проекционную насадку со шторками. Я сейчас их подвигаю, и вы можете увидеть, что я могу этот экран перемещать в границах кадра. И таким образом мы создали тот самый киноэкран, на фоне которого у нас будет происходить сюжетное действие в том самом кинофильме. А сейчас мы переходим к последнему этапу, где мы будем освещать героиню нашего кинофильма и как второй конический знак сравнения, вторую героиню, которая у нас относится к нашей повседневной жизни. Нам нужно сделать арт-свет внутри вот этого нашего кинокадра. Для этого первое, что мы будем использовать, это рисующий источник освещения. В данном случае для рисующего освещения мы используем галогеновый прибор на узком луче света. По какой причине узком? Потому что нам нужно осветить фигуру главной героини таким образом, чтобы освещение совпадало приблизительно с тем квадратом кинофильма, который у нас есть на заднем плане. Включаем. Вы видите в данном случае, что если мы при широком луче могли бы осветить всю фигуру, то при узком мы можем создать как раз те границы освещения, которые нам нужны по композиции. Но в прямом виде этот луч с моей точки зрения все-таки был слишком жесток по своему характеру, поэтому мы применили подобную насадку. Это диффузный полупрозрачный фильтр, который я помещаю перед лучом. Таким образом я увеличиваю площадь светящегося объекта и свет достаточно ощутимо смягчается. И поднимем его повыше, потому что мы в данном случае имитируем отчасти концертное освещение. У нас главная героиня все-таки певица. И, как вы сейчас можете видеть, по второй героине мы тоже получаем часть света, что нам очень выгодно, потому что мы одновременно берем рисующий свет и на певицу, и на второго героя в кадре. И, как вы можете сейчас видеть, для того, чтобы сымитировать вот эту концертную обстановку внутри кинокадра, только лишь одного рисующего источника света нам недостаточно. Конечно, если бы это был реальный концерт, то наша модель, наша певица обязательно просвечивалась бы софитами сзади, и поэтому нам необходимо создать еще как минимум два источника жесткого освещения, которые будут давать нам жесткие моделирующие света с одной и с другой стороны. Но мы будем делать это достаточно хитро, потому что источники стоят далеко, но светители должны очень локально просвечивая нам одну модель, но не затрагивая вторую. Почему? Потому что если мы посветим моделирующим светом на обе фигуры, то та самая концертная арт-обстановка у нас проявится не локально, как мы хотим по сюжету, а по всему полю кадра, и тем самым это нарушит нам нашу историю, которую мы создаем. Давайте посмотрим, как это делается. Вот на таком расстоянии далеко у нас стоит еще один светодиодный прибор, который мы поставили на желтую цветовую температуру. Мы его включаем, создаем максимально узкий луч, потому что если он будет широкий, то он будет нам просвечивать весь кадр, что нам совсем не нужно. Делаем максимальный фокус, но даже при таком фокусе мы все равно моделирующим источником света просвечиваем не только певицу, но и вторую героиню, что нам не нужно. Поэтому мы используем в данном случае шторки, чтобы часть этого луча отсечь, сделать его узким и тем самым направить его четко и локально на главную героиню кино. И ровно таким же образом мы поступаем со вторым моделирующим источником света, который стоит с другой стороны, тоже очень далеко. Аналогично мы его включаем и закрываем его шторками. Вот сейчас я могу показать, что будет со шторками и без шторок для всех. Закрываем его шторками от второй модели, светя локально, частично, именно на нашу певицу. И в конце я вам хотел рассказать еще про одну маленькую хитрость, которую мы сделали. Дело в том, что пока мы строили сюжет, мне показалось, что внутри нашего кинокадра, который мы создаем, образа одной только певицы, недостаточно для сюжета, и мне захотелось внести туда каких-то дополнительных героев. Как мы это сделали? Поскольку прибор, который у нас имитирует, собственно говоря, полотно нашего кинокадра, это источник очень-очень жесткого света, то мы таким образом получили возможность вставить внутрь луча этого прибора фигуры двух людей, которые создали нам на заднем плане внутри кинокадра интересные тени. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Друзья, и вот в итоге мы получили тот самый кинокадр, который задумывали изначально, в котором мир разделен на какое-то повседневное действие, и отдельно мир кино. Я вам постарался подробно и популярно объяснить, каким образом мы строили свет и сюжет, рассказать, почему и по какой причине мы использовали определенное освещение. Я надеюсь, что это было интересно, доступно. Пишите свои комментарии, вы можете написать какие-то свои пожелания на будущее, которые мы обязательно учтем в следующих уроках. И в конце я бы хотел выразить огромную благодарность большому количеству людей, которые участвовали в этой съемке, нашим прекрасным актерам, которые мерзли ради нас все это время. У нас была большая кинокоманда, которая все это снимала, ребята, которые помогали, люди, которые везли нам весь этот реквизит. Я всех замучил. Обязательно всех укажу в титрах. Прекрасные люди, спасибо. И вам большое спасибо за то, что вы посмотрели этот сюжет. Я надеюсь, что было интересно. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин